Вечные искатели В ночь на 11 сентября 1930 года сотрудники ОГПУ арестовали 17 человек – артистов, музыкантов, преподавателей московских вузов. Через месяц арестованных было уже 33 человека. На первый взгляд типичная чистка интеллигенции, если бы не одно «но». Им вменили в вину участие в подпольной контрреволюционной организации, называющей себя «братством тамплиеров». Средневековый орден в 20 веке, да еще и в стране с тоталитарным режимом – невероятно. Если признать, что советские тамплиеры существовали, то нам придется пересмотреть всю отечественную историю 20 века. Помочь разобраться в этой неправдоподобной истории мы попросили специалистов по тайным мистическим организациям – историков, культурологов, религиоведов. Я не знаю, наверное, ни одного периода в истории, в особенности это переломный период, который не знали тайных обществ, это было практически повсюду и везде. То есть это вот общая оккультная взвинченность, экзальтированность гранини веков, которая характерна. В России это наложилось еще на усадебное любомудрие. Была ли связь четкая у масонов с тамплиерами, но это вообще отдельный вопрос и тоже под большим сомнением. Я вот не уверен, что после Филиппа Красивого там осталось что искать. Так что эта тема, будучи таинственной по природе, она осталась тайной для зрителей, а также для исследователей, поскольку многие фильмы, к сожалению, погибли. Средневековые рыцари против советской власти. Трудно придумать что-нибудь более абсурдное, и тем не менее этот абсурд вполне в духе того времени. Подобные заговоры от начала и до конца сочинялись на Лубянке. Но вот что странно, все сфабрикованные дела давно рассекречены, а информация о советских тамплиерах просочилась только в начале 90-х. Полностью она не открыта до сих пор. Некоторые историки сделали смелое предположение, что дело рыцарей не было сфальсифицировано, что они существовали на самом деле. Но для начала нам нужно разобраться, а что вообще известно о тамплиерах? Если искать следы их пребывания в Москве, то что именно искать? Как вообще возник орден тамплиеров? Во всех справочниках написано, что само слово «тамплиеры» происходит от латинского «темплом» — «храм». Отсюда второе название ордена — «храмовники». Но при чем здесь храм? В 1118 году девять рыцарей пришли к Иерусалимскому королю Балдуину II и предложили свои услуги — охранять главную святыню христианского мира — храм гроба Господня. «Благодарю вас, удостопочтимые рыцари, что согласились отдать свои жизни за сие богоугодное дело. Но этого недостаточно. Кто защитит тех, кто придет помолиться у гроба Спасителя? Встречайте их у границ королевства нашего. Провожайте и опекайте, дабы возвращались они в дома свои целыми и невредимыми». Так возник орден тамплиеров. Поначалу рыцари бедствовали, поэтому символом братства стало изображение двух всадников на одном коне. Не у каждого имелись деньги, чтобы купить лошадь. Два рыцари на одном коне — хорошая зацепка для поиска следов тамплиеров где-нибудь в Париже или Лондоне. Но для Москвы это вряд ли подходит. Здесь нужно искать какой-то закамуфлированный символ, не бросающийся в глаза и понятный только для посвященных. В литературе мы нашли описание таких символов. Во-первых, это восьмиконечный крест. Больше известный как Мальтийский — знак страданий Христа. А во-вторых, роза — символ любви. В розе самое главное количество лепестков. Оно тоже символическое. Четыре лепестка — деление космоса на четыре части страны света. Пять лепестков — микрокосм, Вселенная в свернутом виде. В Средневековье так принято было называть человеческую душу. Шесть лепестков — макрокосм, мир в его цветущем многообразии. Но розы — это не только схоластика. В латыни есть выражение «саб-роза» — «под розой», то есть «тайна». Если тамплиеры пользовались этим символом, следовательно, они хранили какой-то секрет. Но какой именно? Пока ясно только одно. Искать нужно розы или кресты. Правда, где — непонятно. Мы решили начать с архитектурных сооружений. Возможно, эти символы и приведут нас к тамплиерам. Мы у стен Свято-Данилова монастыря. Когда я увидел это в первый раз, то подумал, что мне пригрезилось. Каждый искатель знает, как только начинаешь что-то искать, тебе это всюду начинает мерещиться. Но когда подошел ближе, то понял, что не ошибся. Вот они — шестилепестковые розы и наклоненный крест. Но что они делают на стене надвратной церкви православного монастыря резиденции патриарха — загадка. Потом мы наткнулись на восьмиугольные круглые ниши на фасаде здания у чистых прудов. Такое ощущение, что в этих нишах помещались какие-то барельефы. Их форма идеально подходит для розы и восьмиконечного креста. Мы предположили, что эти фигуры могут быть условными, скрытыми обозначениями тамплиерских символов. Я вспомнил, где видел эти восьмиугольники и розы. В Петре, древнем городе на территории современной Иордании. Его так и называют — город Красной Розы. Несколько лет назад мы были там в экспедиции. Вот они, круги и восьмиугольники. А вот и роза. Есть здесь и барельефы с изображениями рыцарей и пеших и конных. Но имеют ли они отношение к тамплиерам? Понять, кто же был первооткрывателем древнего города, непросто. Ведь здесь смешались следы нескольких цивилизаций. Тут были и наботеи, и римляне, и византийцы. Были здесь и крестоносцы. Рыцари пришли на эти земли в 1096 году. Это был первый крестовый поход. Спустя три года они захватили Иерусалим и выгнали оттуда Магометан. Было образовано Иерусалимское королевство. Петра и окрестности стали его частью — трансиорданским сеньорством. Сюда потянулись караваны многочисленных паломников, а вместе с ними и охранявшие их тамплиеры. Первое, что увидели пришедшие сюда европейцы, — это гигантское ущелье Сик. Оно и сегодня поражает воображение. Сик — это святая дорога. Недаром здесь на каждом шагу встречается изображение душа Ра, главного божества Набатеев, бога Гор. Но христианских паломников интересовало другое. По легенде, именно в эти земли Моисей завел израильский народ во время сорокалетнего скитания по пустыне. Ущелье Сик якобы образовалось от удара его посоха. В пяти километрах отсюда, на горе Ор, был похоронен брат Моисея, первосвященник Аарон. Чтобы поклониться его праху, сюда ехали сотни высокопоставленных пилигримов из Франции, Англии, Италии и Испании. Благодаря пожертвованиям этих людей, тамплиеры превратились из нищих рыцарей в богатый и влиятельный орден. Они построили сеть мощных замков. Самый крупный из них — Аль-Карак. Мы решили поехать туда, чтобы понять, что осталось от тех далеких времен. Место для крепости было выбрано не случайно. Аль-Карак находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря, в самом сердце Трансиордании, на торговом пути из Иерусалима в южные области Сеньорства. Строительство замка было закончено в 1161 году. Руководил работами Филипп де Мели, седьмой по счету великий магистр ордена храмовников. Возможно, именно стены Аль-Карака хранят главную тайну тамплиеров. Есть версия, что рыцари обнаружили в этих землях величайшую святыню христианского мира. Ковчег Завета искрижали Моисея, те самые, на которых были начертаны 10 заповедей. Легенды гласят, что ковчег дает своему обладателю власть над всем миром. Может быть, нам удастся найти следы, если не ковчега, то какого-нибудь тайника? Искать здесь непросто. Подземелья Аль-Карака уходят вниз на 7 этажей. А подробного их плана не знает никто. К тому же нам рассказали, что в 12 веке замок пострадал от сильного землетрясения и был значительно перестроен мусульманами, которые к тому времени отвоевали эти земли у крестоносцев. А значит, если в подземельях что-то и хранилось, то оно бесследно исчезло во время той реконструкции. Но мы решили не сдаваться. В нескольких километрах от Аль-Карака находится еще один рыцарский замок — Аль-Шобак. Мы отправились туда. Аль-Шобак старше Аль-Карака. Он был построен в 1115 году, точнее, выдолблен в скале. Здесь нам удалось обнаружить подземелья, которые могли служить хранилищами сокровищ. Так. Там огромный резервуар для воды. Причем, из-за того, что он недоступен, хорошо видны слои от разных уровней воды. Но, к сожалению, там тупик. Чтобы продолжать поиски, нужно понять, какое могло быть хранилище по размеру. Однако, как оказалось, ясности по этому вопросу нет. Одни ученые считают, что тамплиеры охраняли священный Грааль, чашу с кровью Христа. Другие убеждены, что храмовники были еретиками, отклонившимися от официальной линии Ватикана, и их тайной было некое учение. Третьи полагают, что тайна тамплиеров была сугубо финансовой. Они охраняли богатства, заработанные за столетие сопровождений состоятельных пилигримов. И эта версия кажется нам наиболее правдоподобной. Известно, что со временем члены ордена стали ростовщиками Европы. В числе их должников были короли и папы. Храмовники усилились настолько, что стали представлять реальную угрозу и для монархов Европы, и для Ватикана. В 1307 году французский король Филипп IV Красивый отправил тайное послание папе римскому Клименту V. Итак, пиши дальше. Нечестивость их рыцарей достигла предела. Этого позволить им мы не можем. Записал? Пиши дальше. Если и ваше святейшество возмущено до столь же крайней степени, то, полагаем, оно не будет возражать против следствия по делу крамольников. Этому нужно положить конец. Филипп. Папа дал согласие. Начались судебные процессы. Храмовников обвинили в ереси. Орден тамплиеров был уничтожен. Но легендарные сокровища так и не были обнаружены. Они исчезли. Их дальнейшая судьба – загадка, над которой историки бьются до сих пор. Понятно. Жадность человеческая – один из главных пороков, поскольку, собственно, из-за жадности окружающих комплиеры погибли. Явно совершенно король. В чем первоначально, что интересно, он долги не хотел отдавать. Но уж слово за словом стало понятно, что и сокровища можно изъять. Кстати, финансовые службы французского королевства тогдашнего, это известно, они же не только за счет комплиеров разжились, там и евреям досталось, и всем. Здесь интересно то, что, в отличие от ряда эзотерических течений, у тамплиерства, если так можно сказать, есть совершенно четкий набор символов, которые мы можем перечислить. Это чаша, образ какой-то загадочный, Бафомета, совершенно непонятный, это копье и так далее, и так далее, и так далее. Все это, с одной стороны, предлагает нам поискать эти сокровища и, наконец-то, их откопать. Причем, поискать их так, чтобы найти и подержать в руках. Есть совсем другая сторона, которая подразумевает нахождение этих вещей не в материальном виде, а в виде неких каких-то духовных достижений. Но совершенно явно, что сама гибель темплиеров связана с мотивом пропажи, с мотивом поиска сокровищ. Значит, видимо, этот миф стал бродить по всему свету. Скажем так, если говорить о неких современных течениях в эзотерике, то они зачастую обращаются к символизму вот этих самых инструментов, объектов, идеалов. Идеалов, они с ними работают, но, разумеется, не как с какими-то конкретными вещами, а с некими метафизическими духовными абстракциями. Тут еще один момент. Вся легенда о мистическом характере ордена не в последнюю очередь построена на современном прочтении, ну то есть современном, начиная как раз с первого, сейчас 19 века, этих материалов. Но та параллель, которая приходит на ум, совершенно безумные показания на сталинских процессах. То есть работа власти, которой нужно достичь своих целей, носит довольно типологический характер в обоих случаях. И это не значит, что предъявленные обвинения и весь набор признаний, которые подследственные выдают власти, вообще могут иметь отношение к реальности. Именно поэтому многие современные ученые вообще склоняются к мнению, что сокровища тамплиеров не более чем красивая сказка. Продолжение следует... Продолжение следует... Водосток Может начинаться колодец Там произошло обрушение И эта система Оказалась связанной с другой Уже природной Там каменный монолит В отличие от грунта У нашей экспедиции в Иорданию Была совершенно другая цель Мы искали следы цивилизации Набатеев Древнего народа Жившего за столетия до тамплиеров Кое-что нам удалось обнаружить Например, древний колодец Вполне возможно, что мы были в шаге И от хранилища тамплиеров, кто знает Тем не менее, мы увидели Реальные замки тамплиеров и их символы Розу, крест и фигуры рыцарей А значит, нам есть чем продолжить поиски В Москве Итак, тамплиерские символы в Москве Это реальность Но как они здесь оказались, если, во-первых Все события происходили в Западной Европе И Святой Земле А во-вторых, тамплиеров после 14 века Уже не существовало Некоторые исследователи В частности, историк Дмитрий Зенин Полагают, что не все храмовники Погибли на кострах и в тюрьмах Многим удалось бежать И не куда-нибудь, а на Русь Именно в это время в летописях Появляются упоминания о каликах Перехожих, странствующих Паломниках по святым местам Вполне вероятно, что это были Никто иные, как тамплиеры Почему же они бежали именно на Русь? Историки до сих пор пытаются распутать Многоходовую интригу Филиппа и Климента В которой оказались ввязанные русские князья На разгроме ордена настаивали Польский король, рижский архиепископ И литовская знать Союзниками Литвы были тверские князья А Тверь была врагом Москвы В деле объединения русских земель Получается, что московскому князю было выгодно Поддержать гонимых рыцарей Чтобы не дать усилиться Литве И тем самым ослабить Тверь Так тамплиеры появились в Москве Но пока у нас мало материала Мы обнаружили тамплиерские знаки Всего на двух зданиях Мы решили проверить Может быть они есть где-нибудь еще? Мы находимся в самом центре Москвы В начале Нового Арбата Если бы жители столицы чаще смотрели по сторонам Они бы увидели очень много интересного И даже невероятного В частности Вот этот дом В средневековом стиле С темплиерским крестом Вписанным в четырехлепестковую розу Неподалеку в Трубниковском переулке Дом 19 Мы обнаружили еще одну розу А на доме напротив, Дум 26, строение 1 Барельеф рыцаря Рыцарь не сводит глаз с розы Словно охраняет ее Или указывает направление некоего маршрута Мы решили пойти по взгляду рыцаря Он привел нас к следующему дому с розами В конце переулка Символ дракона Который обозначает тайну, секрет Дракон направил нас в другую Почти противоположную сторону Если прочертить условную линию Которую задает взгляд змея То мы увидим, что она ведет на Арбат К дому актера Сразу к двум рыцарям Здание явно построено в начале 20 века Незадолго до революции Это типичный доходный дом В котором сдавались квартиры Таких в Москве были сотни Но что здесь делают рыцари Непонятно Извините, а вы где-то здесь поблизости живете? Да, здесь вот все время А скажите, вот как вы думаете Что означает рыцарь на фасаде этого здания? Я думаю, что это рыцарь Это мечта Филипповой Которая построила этот дом О своем каком-то личном рыцаре Только и всего Скажите, а в округе здесь есть еще какие-то здания С похожими символами? С рыцарем, розой, крестом? В Москве много подобного всего В Гусятниковом переулке, например Там тоже рыцарь стоит На Большой Садовой Возле гостиницы Пекин На здании розы Ну и в 30-е годы вообще На сельскохозяйственной выставке Был построен павильон в виде розы Этот человек не обманул На доме в Гусятниковом Мы действительно обнаружили рыцаря Статуя находится достаточно высоко Но если приглядеться То можно увидеть окружающие ее Средневековые образы химеры и ящерицы Точно таких же ящериц мы видели в Петре Во времена тамплиеров Они считались символом молчания Невероятно И розы, и дракон, и рыцарь-страж, и ящерица Все символы обозначают одно и то же Некий секрет О котором нужно молчать Но еще более странно другое Современные стены и башни Данилова монастыря Построены в 17-м столетии А обнаруженные нами статуи рыцарей Относятся к началу 20-го века Между ними провал в три века То есть тамплиеры на время затаились А потом появились вновь Накануне революции Но и после революции Их символы не исчезли Доказательство тому Розы в декоре сталинских зданий В Трубниковском переулке И на Большой Садовой В это невозможно поверить Получается, что тамплиерская символика Проникла в архитектуру не только храмов И жилых домов Но и советских учреждений Но как это произошло? С этими вопросами Мы пришли к историку архитектуры Андрею Гозыку Андрей Павлович, скажите Почему раньше никто не обращал внимания На знаки, связанные с тамплиерами На зданиях? Ну, в каком смысле никто не обращал? Наверняка есть какие-то специалисты Которые этим занимаются И мне кажется, что любопытный Любознатный народ, ходящий по городу Очень этим интересуется Андрей Павлович рассказал, что роза Действительно очень древний символ Возникший еще в античности А в эпоху классицизма, стилизованные розы Розетки Стали одним из самых модных Архитектурных украшений Вот эти розетки Это просто элемент декора Или смысл какой-то определенный? Думаю, что здесь нет никакого смысла Потому что настолько стереотип Неоклассический в архитектуре Укрепился, что люди это делали Уже просто по шаблонам и по канонам Скажите, а павильон на ВДНХ В виде розы Что назначало? Вероятнее всего, это шестеренка То есть символ уже пролетариата Труда И, в общем, это часть советской Такой символики Или советской эмблематики А вот скажите, рыцари На фасадах здания Ну, рыцари – это типичный Неоготический элемент Это традиция, перешедшая Вот во время эклектики Эклектика ведь, в принципе, это историзм Другое название, то есть черпание любых тем из истории А в конце 19-го, начале 20-го века Эклектика и модерн обращались к готике И брали оттуда Но это очень странно Неужели весь этот символический маршрут По центру Москвы мы прошли зря? Однако наши гости не согласны со столь категоричной оценкой На мистическую символику нету исключительной привилегии Не только одного какого-то мистического течения Но и мистики вообще Один мой знакомый придумал такую замечательную картинку Вот так Ее кинематографически можно придумать Инквизиция докладывает об очередных успехах борьбы с тамплиерами А за спиной вид на Испанской и Португальской море Там проплывает в Америку каравелла С красным тамплиерским вот таким крестом на парусе Как вы знаете, если всерьез поверить в оккультное значение А для этого есть все основания Это стопроцентно оккультный знак Красные пентаграммы То по Москве вообще страшно ходить А те тамплиерские знаки Которые при нужном психическом настрое Мы будем обнаруживать в России В любом другом большом европейском городе Я думаю, что это просто культурная традиция Не надо бояться Оказалось, что советские тамплиеры Не оставляли каких-то буквальных следов Они отличали своих от чужих По более сложному способу Принципу мышления Особой идеологии Советские тамплиерские сечения Возводятся к западному масонству Которая внедрила в свое учение В свою систему Тамплиерские степени Так названные либо сконструированную Использованную, развитую идеологию Которую можно условно назвать тамплиерской Вот это единственная линия Которая связывает с какой-либо преемственностью С какой-либо историей Историю тамплиеров российских Если искать в России тамплиерско-масонскую символику То делать это нужно в кино А она заполнила экраны страны Сразу после февральской революции Отдельные вещи связаны с мистикой С масонами, с сектанством В дореволюционном кино в русском можно найти Там всякие магические кристаллы, зеркала Там какие-то масонские ритуалы изображены Это ужасно интересно Вот до этого тема была закрыта И поскольку масоны не приветствовались Как бы священный синод Подобного рода темы не поощряло Был даже изнан специальный рескрипт Тем, которые не то чтобы запрещались Но не поощрялись в общественном показе Новая власть, которая придет через полтора года Этой темой также не интересовалась И вот именно этот отрезок Между 17-м и 20-м годом Подобного рода темы Темы хлынули на экран Там мистика такая символическая Какая-то составляющая Чрезвычайно сильная Но ты опять же подчеркну Вот особенно обильно Вся эта тематика проявилась только После 17-го года Когда отменили цензуру И где-то до 20-го года Когда студии были уже национализированы И туда набирался новый штат режиссеров Но эти фильмы были лишь фантазией На тему тайных мистических орденов Что касается тамплиеров То от них остались более важные свидетельства Чем символы в камне Или на кинопленке Вы знаете, московским тамплиерам повезло Нашелся замечательный человек У которого родители были с этим связаны У которого остался архив Остались документы И он был достаточно яркий литератор Чтобы это эффектно подать Это покойный, к сожалению Андрей Леонидович Никитин На мой взгляд, благодаря его вкладу Его активности Эта достаточно небольшая группа Получила, ну, более чем солидно Освещение Может быть, другие, более влиятельные Окультные движения Не так хорошо освещены Как московские тамплиеры В какой-то мере Это, ну, историческая случайность Если не видеть в этом Глубоких взвелений судьбы Итак, мы вернулись к тому, с чего начали К загадочному делу 1930 года Мы отправились в архив за первоисточниками В наших руках оказались бесценные свидетельства Которые мало кто видел Материалы следствия по делу тамплиеров Никаких сомнений больше нет Люди, называвшие себя храмовниками Действительно существовали Из этих сведений вырисовывается следующая картина По всей стране были разбросаны тамплиерские кружки Орден Духа, Общество Милосердия, Храм Искусств Но главным был Московский Орден Света Его членами были актер Михаил Чехов Режиссер Юрий Завадский На собрание членов Ордена заходили актеры Михаил Остангов и Рубен Симонов Получается, что в Братство входили Ключевые фигуры отечественной культуры Но являлись ли они ключевыми в Ордене? Все события развивались здесь В Кропоткинском переулке Часов около шести вечера Появлялись молодые люди От двадцати до тридцати лет Следом за ними приходил пожилой мужчина Профессорского вида Причем профессора каждый день менялись Они действительно были преподавателями Московских вузов И не имели никакого отношения к Ордену Эти люди искренне полагали, что попали в какой-то клуб рабочей молодежи Правда, эта молодежь предпочитала лекции не по марксизму-ленинизму А по истории древних цивилизаций, средневековому искусству и мифологии Когда профессор уходил, старшие братья начинали рассказывать тамплиерские легенды О крестовых походах, Граале и Иерусалиме Прослушав цикл из восьми легенд, рыцарь поднимался на следующую ступень посвящения Всего ступеней было семь На первый взгляд эти занятия безобидны и в них нет ничего антисоветского Орден света напоминает какой-то филологический кружок с мифологическим уклоном Именно это и пытались доказать на допросах тамплиеры В показаниях искусствоведа Евгения Смирнова сказано Цель Ордена света чисто эстетического порядка Нравственное самосовершенствование личности Однако следователи ОГПУ не слишком-то верили в то, что это были невинные культурологические забавы В российской истории уже был прецедент, когда за мистической оболочкой скрывалась хорошо законспирированная политическая организация Орден русских рыцарей И нам удалось найти ее следы Мы выяснили, что своеобразным форпостом русских рыцарей была подмосковная усадьба Дубровицы, расположенная неподалеку от Подольска Ее владелец Матвей Дмитриев Мамонов, видимо, и был главой секретного ордена Сейчас попасть на территорию усадьбы проще простого Не то, что в 19 веке Тогда, чтобы попасть к графу Дмитриеву Мамонову нужно было преодолеть целую череду препятствий Вот здесь стояли высокие каменные стены с зубцами на манер средневековых Рассказывают, что Дмитриев Мамонов не доверил эти работы ни одному архитектору и построил крепостные сооружения по собственному проекту А у конного двора стоял кордон из крестьян На пути к главному зданию усадьбы, дворцовому корпусу таких кордонов было несколько и у каждого непрошенного гостя допрашивали кто, откуда и по какому делу Сейчас территорию усадьбы занимает Институт животноводства Академии сельскохозяйственных наук а когда-то здесь находился своеобразный штаб русских рыцарей Свечи 12 штук Скатерть белая 1 штука Скатерть черная 1 штука Опять барин бесосовство чинить на дону Так, мечи 4 штуки Подсвечники и позолочные 12 Об ОМОНове ходили самые невероятные слухи Его называли графом-невидимкой Говорили, что слуги не знают барина в лицо А все приказания получают в виде записок По всей видимости, МОНов сам распространял эти слухи Чтобы отвадить незваных гостей Однако меры предосторожности не помогли В усадьбе все же появился незваный гость Саглядатый, сотрудник охранки Он поступил сюда на службу Коммердинером Рядовые члены ордена не знали его истинных целей Многие считали, что являются членами масонской ложи Ведь все символы и обряды у русских рыцарей были масонскими Видимо, требовалось обезопасить орден от утечки информации Вот и скрывали свое истинное лицо за туманными символами Один из таких символов дошел до наших дней Мы нашли его в парадном зале Дубровицкого дворца Здесь изображены два герба Первый – родовой герб Дмитриевых Мамоновых А второй – ветка какого-то растения По мнению одних ученых, это и есть символ ордена русских рыцарей Другие сомневаются, что у этого знака есть какое-то таинственное значение Распутать клубок можно только в архиве, где хранится следственное дело Мамонова Ведь в конце концов он был арестован И мы отправились в Государственный архив Российской Федерации Здесь мы нашли показания Мамонова, протоколы допросов и проект устава Ордена русских рыцарей Вот она, разгадка Никакой мистики, сплошная политика Ограничение самодержавной власти Упразднение рабства Вольное книгопечатание Это не что иное, как программа государственного переворота Получается, что за фасадом масонской ложи действительно скрывалась революционная организация Именно с тех пор масоны стали для охранного отделения красной тряпкой Любые тайные общества стали вызывать подозрения Это стало своеобразным рефлексом российских спецслужб, который по наследству передался спецслужбам советским Самое странное в том загадочном деле 1930 года было обвинение Но что органы госбезопасности могли вменить в вину московским темплиерам? О какой антисоветской деятельности могла идти речь? Все стало очевидным, когда мы узнали, кто руководил Орденом Света Для своих он был рыцарь Сантей Для всех остальных Аполлон Андреевич Карелин Народник, потом анархист, любимый ученик Кропоткина И не случайно пристальное внимание к нему со стороны Лубянки В те годы анархизм был самым главным идеологическим врагом советской власти Неизвестно, сам Карелин пришел к тамплиерству или его кто-то подтолкнул к этому Как бы то ни было, в октябре 1917-го он вернулся в Россию уже рыцарем Сантеем Странное имя означало всего лишь название муниципалитета во Франции Но как в одном человеке могли сочетаться идеи анархизма и средневековая мистика? По-моему, более чем логично, и коллеги со мной согласятся Во-первых, кризис традиционного общества, начало 20-го века имел политическое, культурное, научное измерение Это все вполне друг с другом монтировалось То есть мог быть ученый одновременно, ученый, профессиональный и оккультист И вполне логично, и их примеров очень много Когда политик радикального направления, там правого или левого, был в то же время оккультистом Интересно, что Кропоткин, чьим секретарем был Карелин, человек, похоже, вполне позитивистский Тем не менее, один из редких ученых, который акцентировал роль масонов в французской революции Какая-то, скажем так, в кавычках, чертовщинка в идеологии анархизма была И в этом смысле, мне кажется, ее оккультное ответвление более чем логично Как раз постреволюционная ситуация, когда непонятно какая власть И любые сообщества активно предлагали свои идеи на то, что можно назвать рынком идей Это действительно была попытка какого-то диалога очень разных групп с новым социумом И пока власть не устоялась, она пыталась так или иначе даже этот диалог использовать в своих целях То есть уже к 1924 году кого-то постреляли, прочих слегка начали сажать Еще пока мягко, но понятно, что момент вот этой ярмарки идей до 1921-1924 года Он был очень заметен, и мы не должны говорить, что вот советская власть Это такой очень понятный, однозначный конгломерат в этот момент Она сама еще не понимала, куда она идет, по большому счету То есть она не понимала с самого момента прихода к власти Мне кажется, здесь значительно более сложная ситуация Ну, во-первых, если считать власть носителем рационального начала Она будет всегда против такого рода экспериментов Более того, церковная власть тоже будет против И очень многих интеллигентов, которые крестились и пошли в православие Шокировали батюшки, которые говорили, ну зачем вам апокалипсис? А за батюшками была вековая традиция Они понимали, что чтение апокалипсиса – это добра и недоволь Так что власть, в принципе, склонна такого рода вещей избегать Но большевистская власть была власть специфическая Как вы думаете, а вот в том, что касается XX века и России Тайные общества сыграли какую-то решающую роль в политике, которая произошла, скажем, на рубеже 16-17-го годов, 18-го или нет? Я бы очень аккуратно сказал Что мы называем тайным общества? Ну, любые общества практикующие герметритику Это тайное общество в таком формальном... То есть ответ... Простите, большевики подпольные, подполье, опять же, тайна, тайны организации Это же как бы похоже, правда? Нет, нет, все-таки мы сейчас говорим о разных вещах Насколько я понимаю, речь идет о неких инструментах влияния, которые тайное общество использует для того, чтобы определить, может быть, даже невидимую, ту структуру мира, которая она есть Но я повторю еще раз, если такое общество было, или такое общество существует, если оно влияет на то, что происходит, оно было бы очень плохим тайным обществом, если мы могли бы всерьез сейчас, вот здесь, за столом это обсуждать Дело в том, что в 30-е годы постепенно все-таки карательные органы, опять извините за выражение, становились просто тупыми Они ничего не видеть не хотели, не понимать не хотели, не знать хотели А в 20-е годы, когда была другая генерация во главе НКВД, они с большим удовольствием в это все играли Одно дело, когда тайными практиками занимаемся мы, причем не особенно это афишируя, а другое дело, когда вы Вам нельзя, вам можно И неомифологизм это не какая-то фобия советского стилитаризма, а, ну это очень сложная игра, когда что-то признается, а что-то нет То есть просто сводить позицию советского, советской власти, так сказать, грубому материализму, это упрощение ситуации Вот здесь 23 марта 1926 года собралась огромная толпа. Хоронили Аполлона Карелина Процессия растянулась от первого дома Союзов, гостиницы Националь, где он жил в последние годы, до Новодевичьего кладбища В толпе были родственники, друзья, единомышленники, ученики и странные люди в штатском Это были сотрудники ОГПУ Советские тамплиеры продержались всего три года. Всем тамплиерам была вменена в вину борьба с соввластью и установление анархического строя Правда, насколько эта формулировка соответствовала истине – вопрос 13 января 1931 года коллегия ОГПУ вынесла приговор Большинство тамплиеров получило три года тюрьмы, лагерей и ссылки Казалось бы, все ясно Да, тамплиеры в советской России существовали и даже вели бурную деятельность Но остается главный вопрос Кем все-таки были эти люди и какие цели они ставили Существуют три основные версии Антисоветчики, связанные с иностранными разведками Интеллигенция, которая стремилась заполнить интеллектуальный вакуум начала века И оппозиция, нашедшая своеобразную форму протеста внутренней иммиграции Советские тамплиеры были наследниками культуры Серебряного века Которые продолжали реагировать на новую действительность по старым правилам, на мой взгляд Совершенно точно можно сказать, что там было сразу несколько слоев Один из немаловажных факторов это стремление к саморазвитию В рамках некоторого такого спасительного курса духовности Который люди пытались создать разными средствами Искусством, эзотерикой, модификацией в политике, как мы знаем, неудачными и так далее Всегда это все-таки движение, куда прибивает людей очень разных Поэтому можно говорить о том, что их объединяет внутри движения Не надо искать других подобий между ними самими Я скажу просто, я согласен со всем сказанным И почти нечего к этому добавить Это была своеобразная игра, поиск, духовный поиск Людей, которые из одной среды, из одной эпохи перешли в другую Скорее всего, окончательного ответа на вопрос Кем были советские тамплиеры мы не найдем Они унесли с собой свои тайны Но кое-что читается в их загадочных судьбах Некая шифровка о том, что мир сложнее, глубже И что главная ценность очень проста Это свобода А нужно ли искать сокровища тамплиеров? Или эта мысль и есть то сокровище, которое древние тамплиеры Из века в век пытаются передать людям? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok